здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 9 октября пройдемся по основным инструментом напомню как всегда у нас это блок фондовые индексы сша товарно-сырьевой рынок рынок форекс рынок криптовалют есть изменения по некоторым инструментам некоторые инструменты идут по плану с предыдущего обзора последний мой обзор выходил вчера на битве аналитиков неплохо металлы снижаются дальше по нефти произошли не произошли некоторые изменения что интересно можно сказать по нефти это первое это возможно деэскалация конфликта на ближнем востоке хизбалла скажем как бы говорят рассматривает скажем перемирия с израилем да есть сообщение это первое хорошая новость с одной стороны ну посмотрим чем она закончится я не думаю время на чем-то хорошим в глобальном формате я пока не вижу принципе я ранее говорил что до выборов сша будут очень сильно нагнетать конечно могут договориться ну посмотрим второе это китай мало новых симулирующих мер от правительства китая и скажем это давит на котировки нефти также напомню китай является одними самых крупных импортеров нефти в мире и третий пункт очень важный рост запасов сша там более 10 миллионов баррелей на прошлую неделю вы выросла аналитики ждали там чуть более 1 миллиона баррелей там с копейкой ну под 2 миллиона по 2 миллиона баррелей поэтому эта информация достаточно возможно глобально повлияет на нефть временно или не временно поэтому я на графиках расскажу что и как а ну конкретно давайте начнем с фондовых индексов s&p 500 болтается боковике диапазон 5 800 на 5 725 такой небольшой боковик ну практически мы уже сколько с 20 сентября мы этот боковик затронули здесь я рассматриваю рассматривать шартовые позиции я удерживаю шарты спекулятивные пока мы находимся ниже 5 800 вот там с копейками давайте 5 820 я за снижение то есть вот эта про торговый который длится уже несколько недель три недели практически она происходит выше предыдущего исторического максимума который у нас был летом нам то есть это можно рассматривать как накопление продолжение тренда но я это рассматриваю как возможный сложный ложный пробой вот этого уровня поддержки 5 8 5 725 да то есть и получится ли с этого небольшая коррекция или даже могут достаточно сильно уйти вниз в район 5 400 то есть или 55 200 плюс минус к предыдущим минимум вот эти минимумы у нас есть такой вариант и я рассматриваю посмотрим чем она закончится обязательно ставьте стоп лоссы выше уровня которые я назвал ключевые потому что если сработает сценарий по тренду то мы очень сильно будем улетать наверх напомню пятницу начинаются квартальные отчеты по американским компаниям будет волатильность да вот вот как я вижу снп то есть я рассматриваю что вот это накопление здесь есть моделька по моей торговой стратегии плюс я вижу как потенциальный сложный ложный пробой уровня 500 7 5 720 да посмотрим чем она закончится аналогично nasdaq здесь ситуация чуть покорявее да уровень устоял вчера я думаю что снижение начнется уже в ближайшие дни но все время откупают откупают и уровень 20 330 до вот этот уровень я говорил о нем ранее то есть это импульс от 1 октября то есть как месяц начался мы пока не можем его обновить локальные максимум да и ниже этого уровня я рассматриваю short с целью локальный 19 850 и дальше возможно более сильное движение посмотрим посмотрим чем она закончится вообще я смотрел статистику что октябрь является таким месяцем возможного снижения на рынке и дальше мы можем из-за этого также ну это скажем статистика посмотрим она совпадет на данный момент этому фондовый индекс и я остаюсь медведем спекулянтом обязательно с со стоп лоссами потому что мы знаем фондовый индекс не могут скажем вырваться с диапазонов как любой инструмент и уходить сильно по тренду рынок металлов вчера на битве аналитика говорил что все таки жду пробоя вот нижней границы видно что задавливали цену здесь очень очень сложный паттерн был на снижение дальше в принципе кто шортил я бы удерживал золото кто не шортил я бы дальше рассматривал только шарты секущих и листам с коррекцией и пока мы ниже находимся скажем 2 650 условно вчерашнего импульса я бы дальше рассматривал более сильную коррекцию и учитывая тот факт возможной деэскалации конфликта посмотрим чем она закончится то мы можем получить более сильную коррекцию по золоту ну и плюсом вот я вчера отмечал на битве аналитиков что у нас по золоту ну как пример многие покупают и нужно нужно скажем поснимать стоп лоссы ближайшие поэтому золото я пока дальше рассматриваю на снижение серебро аналогично мы с ребятами шартили в закрытом канале про сигнал серебро здесь был ложный пробой ключевого уровня 3250 и как видим ложный пробой одним баром вот здесь до этого был ложный пробой здесь был более сильный и мы получили хорошее снижение мы вчера зафиксировали так спекулятивно скажем взяли снижение новые точки входа я бы пока по серебру не трогал я бы больше работал с золотом на снижение ну и что касается нефти марки бренд как я уже сказал раньше я рассматривал сильный рост ну принципе первые цели которые я назвал 80 мы их выполнили да дальше я ожидал 90 но в связи с изменением вот этой геополитики запасов китая возможно у нас получится такое что вот этот рост уже закончился по нефти и 80 это ее потолок и дальше будет снижение я лично буду ждать что будет происходить в этом снижение от вторника то есть мы получили мощный импульс если здесь нарисуется хорошая моделька на шорт по нефти я бы дальше шортил не в целью 70 и возможно ниже намного ниже потому что напомню у нас по нефти ну скажем за последнее такое длительное время практически вес двадцать четвертый год двадцать четвертый год у нас идет понижательная тенденция да она в таком глобальный боковике но цены понижаются ну и учитывая глобальные там скажем глобальные котировки это у нас тренд такой нисходящий поэтому пока мы находимся в этом импульсе и у нас не будут не произойдут какие-то новые эскалации то я пока рассматриваю шарты да я можно ли стекущих брать да но я буду в этом импульсе ждать ждать какую-то модель если рынок нарисует буду дальше шортить то есть но основной сценарий вы поняли за снижение натуральный газ пошла было более затяжная коррекция я говорил в прошлом обзоре что понедельник что по газу ждем окончания коррекции пока я ее не вижу и как она закончится тогда будем говорить о возможным возможным дальнейших покупках конечно нельзя исключать что у нас получится новый какой-то нисходящий тренд более сильный как было вот летом я пока буду смотреть пока натуральный газ точек хода не вижу на покупку я бы их не трогал дальше что касается индекса доллара то индекс доллара я пока вижу на укрепление то есть у нас вот локальные уровни это 102 10 102 все что выше 102 я бы покупал спекулятивно на на рост возможно с целью там 102 50 ну 102 50 мы почти сделали 103 давайте так 103 пока никаких признаков нету по евро доллару аналогично я выдвигал ранее такие скажем такое видение что у нас вот эта коррекция возможно заканчивается но у нас нету окончания модели я пробовал спекулятивно здесь с коротким стоп лоссом брать но эта ситуация мне не нравится по евро доллару и чтобы не было такого я пока еще скажем как бы вижу глобальный рост по евро пока точек хода хороших нету если альтернатива этому всему что мы по евро в районе один 12 показали глобальный скажем максимум и дальше только падение такой сценарий возможен посмотрим здесь нужно быть нужно оценивать график работать ниже не на ожиданиях на то что рынок покажет ну и по другим инструментом принципе доллар аналогично вот допустим тот же доллар франк пока мы выше 0 85 30 условно вот этот уровень я за покупки более более сильное укрепление доллара по отношению к франку то же самое касается доллар и на как индекс доллара практически одинаковые котировки 147 80 локальные уровни поддержки вот эти вчерашний позавчерашний минимум и я бы выше них рассматривал покупки вот как-то вот так ну и что касается биткоина вот здесь по биткоину ситуация глобальная за рост по биткоину но локально я не исключаю что у нас bitcoin еще может показать какое-то снижение вот если спекулятивно рассматривать уровень 63 тысячи да я бы ниже него пробовал спекулятивно шортить да да у меня основной сценарий покупка биткоина глобально на 70 на 80 на 100 тысяч но скажем спекулятивно я вижу еще какое-то снижение вот если вы там спекулянт то я как-то вот так вижу данный инструмент что касается эфира здесь в принципе хотя эфир на пределе я честно пока не могу сказать что здесь картинка какая-то полная что у нас это все закончилось вот эти все коррекции и глобально ли я не ошибаюсь или как-то локально потому что корявый да то есть чтобы вы понимали то есть в чем есть плюсы криптовалюты они дают иногда очень хорошее движение но есть большой минус иногда очень длительные консолидации и для трейдинга они очень сложные нужно очень выжидать чтобы было все красиво то есть если брать с большими плечами это в основном скажем для маленьких плеч если вы хотите там более активно скажем заниматься такими среднесрочными инвестиционными сделками хорошо на этом закончим будут какие-то вопросы пишите в комментариях вся информация на сайте моего проекта кухта капитал по поводу про сигнал обучение торговых стратегий всем пока удачи